за двадцать с чем-то лет многие уплотнители превратились вот в такое состояние просто труха как бы да они еще мягенькие все но не уже просевшие бархатка вытерлась то есть внешний вид и функциональность этой детали уже находится под сомнением вот для сравнения профиль оригинального и профиль от лады калины как видим здесь идет две камеры соответственно уплотнение будет происходить намного лучше очень просто соединяем порог просто снимаем уплотнитель уплотнитель ложится идеально как родной уплотнитель лег идеально но слегка длинный его смело можно обрезать поставить вот так я его обрезал здесь оденем порог видно не будет вот так вот общий вид с одетым порогом ничем не отличается от заводского имеет более широкую резиновую юбку которая держит обшивку поэтому если у вас тут сломаны крепления это резиновая юбка будет держать хорошо за 20 чем-то лет многие уплотнители превратились вот в такое состояние просто труха как бы да не еще мягенькие все но не уже просевшие бархатка вытерлась то есть внешний вид и функциональность этой детали уже находится под сомнением и так разница профиля сверху от лады калины снизу оригинальный бмв как видим здесь есть дополнительная камера воздушная это хорошо салоне будет тише это явно плюс в сторону уплотнитель от лады калины дальше визуальный вид визуально от лады калины уплотнитель кажется шире имеют вот такие полоски мне визуально роли не играет мне главная функциональность оригинальный бмв имеет бархатную часть которая со временем уже стерлась и превратилась в кусок лысой фигни это явно минус к внешнему виду цена оригинальный уплотнитель бмв в районе 100 баксов здесь 40 долларов там 35 за комплект всех четырех уплотнителей также задние двери уплотнитель имеет длину 32 метра а уплотнитель передней двери 35 этого много что то что получается если ставить без доработок то уплотнитель от задней двери лады калины подходит без доработок на переднюю часть бмв но я поставил как положено от передней передней двери к передней двери на своем автомобиле немножко обрезал до 3 и 1 20 сантиметров у меня осталось в остатке это ничего страшного все это часть скрывается порогом накладкой порога и этого не видно но без плюсов и не бывает минусов значит давайте начнем с плюсов первое это цена цена за комплект почти 40 баксов там 30 чем-то получается против 100 баксов за один уплотнитель по производителю бмв 30 баксов там 30-40 это за комплект новых уплотнителей это первый плюс второй плюс вы получаете реальную тишину в салоне это считаю огромное преимущество третий плюс зимой у вас не будет сквозняков и летом также не будет сквозняков летом кондиционеру будет работать проще холод будет сохраняться лучше в салоне зимой тепло будет сохраняться лучше от печки это плюсы мне реально прикалывают вот это длинная резиновая юбка она намного больше чем у бмв смотрите как красиво держит потолок она то есть даже если у вас обвис потолок эта резинка будет держать половину салона на вот этой юбке смотрите как защищает на боковую панель я считаю это вообще самый четкий апгрейд вообще который можно придумать бэху касательно минусов первый минус это внешний вид тем кто хочет иметь оригинальный вид вместе с бархатной частью самого уплотнителя то увы его не будет поэтому если у вас есть бабки покупайте оригинальный уплотнитель но мне внешний вид не парит так как я поменял все четыре уплотнителя и они гармонируют между собой они абсолютно по конструкции такие же как оригинальные второй минус очень сильно надо хлопать дверью для того чтобы ее закрыть это это связано с тем что уплотнитель еще новый ему нужно некоторое время чтобы усесть на свое посадочное место это где-то два-три месяца вы похлопаете дверью и он усядется и все будет хорошо это второй минус и еще плюсом хочу отнести то что помимо того что в салоне сейчас реально тихо водительская дверь перестала скрипеть из-за того что старая резинка просела то вот это вот замшевая или как это кожаная часть двери дверной карты терлась об уплотнитель и происходил невероятно противный скрип смазка это резинки помогала максимум на неделю и все возвращалась на круги своя сейчас такой проблемы нет дверь закрывается плотно сидит хорошо что не может не радовать поэтому если это видео было тебе полезным ставь лайки подписывайся на канал и пиши комментарии